Стоит ли пить воду из-под крана? Ответ на этот вопрос можно получить на Ивановской очистной насосной станции в Авдотьино. Весь процесс очистки питьевой воды начинается именно здесь, в диспетчерском пункте. Сюда выводятся данные по контролю воды в резервуарах станции, во всех сетях и водонапорных магистралях, и даже по подъемной станции в Богданихе. Операторы контролируют весь процесс участки воды, от ее забора из реки до выхода в сети. На вопрос об участившихся жалобах на качество воды здесь отвечают просто – все дело в устаревших сетях. На станции вода проходит две ступени очистки. На выходе она соответствует всем требованиям СанПИНА. Качество воды в городе зависит не только от качества очистки воды непосредственно из источника, но, безусловно, это и состояние водопроводных сетей в городе. Это, безусловно, проведение ремонтных работ на водопроводных сетях, это проведение работ, связанных с плановыми либо с капитальными ремонтами. Поэтому, то, что касается качества воды в городе, необходимо контролировать работу водопроводных сетей в первую очередь. Качество воды на станции в Авдоте контролируется круглосуточно, и нареканий со стороны органов санитарного контроля у нас нет. Ежедневно через эти насосы проходит от 75 до 80 тысяч тонн воды. Вода забирается из реки Увать и проходит первичное обеззараживание гипохлоритом натрия. Раньше для этих целей использовался жидкий хлор, но его перестали использовать несколько лет назад. А гипохлорит натрия, в отличие от хлора, вещество безопасное. Изготавливают его прямо здесь, на станции, из обычной соли и воды, путем электрохимической реакции. После обеззараживания вода подается на очистные сооружения, где ее отстаивают и осветляют. Далее вот эта вот отстоявшаяся вода поступает на песчаные скорые фильтры, и после очистки в фильтрах и вторичного хлорирования поступает в резервуары чистой воды. Далее насосная станция второго подъема по 9 водоводам доставляет очищенную воду из резервуаров чистой воды в город. На всех ступенях очистки вода проходит лабораторный контроль. Здесь, в центре контроля качества, ежедневно исследуют около 40 проб воды. Вода проверяется по органолептическим показателям, по бактериологическим показателям, мутность, светность, то, что ежедневно. Если по каким-то показателям, по бактериологическим не соответствует ГОСТу, то принимаются меры, ее хлорируют, промывают и снова повторяют анализ. Если это происходит на водочистных сооружениях, то фильтры отстойненько закрывают и хлорируют. После этого снова делают анализ и только после этого пускают в работу. Хоть сегодняшний метод очистки воды эффективен, но техническая база станции безнадежно устарела. Первые сооружения здесь были запущены почти 90 лет назад. Поэтому замена блоков очистных сооружений, камер реакции и песчаных фильтров просто необходима. Сейчас подготовлен проект по полной реконструкции системы водоочистки. Данный проект разрабатывала совместная компания СВЭКО «Швеция», совместно с проектной организацией «Лендный водоканал проект» «Петельская контура». Уже в октябре проект будет отправлен на госэкспертизу. Он включает в себя замену водозабора, водоприемного колодца и строительство новой комплексно-распределительной подстанции. Предварительная стоимость такой реконструкции оценивается в 2 миллиарда рублей. В данном проекте будут применены все самые наилучшие технологии, которые в очистке воды применяются в Европе и так далее. Хотелось бы, чтобы в нашем городе была самая чистая вода. С заменой оборудования изменится и система очистки воды. Помимо песчаных фильтров и хлорирования, на разных ступенях очистки смогут применять различные кислоты и коагулянты. Планы у водоканала грандиозные – сделать Ивановскую питьевую воду самой чистой во всем федеральном округе. По предварительным подсчетам, этого можно будет добиться в течение ближайших пяти лет, если средства на реконструкцию станции будут найдены.